Необычное дело рассмотрели в 2023 году в зале заседания Ленинского суда Орска. Там решали, как поступить с огнестрельным оружием, которое досталось по наследству супруги и дочери умершего сотрудника Росгвардии. Кстати, доступа к специфическому имуществу у орчанок не было. Оно хранилось в специальной комнате местного отдела полиции. Так что же тогда стало поводом для судебного разбирательства? Ни за что не угадаете. Пассивность новых владелец. Дело в том, что они не предпринимали никаких мер к оформлению разрешения на хранение оружия. Да и в целом не выражали притязаний на подобное наследство. Поэтому Росгвардия была вынуждена обратиться с иском в суд, где и постановили уничтожить огнестрельное имущество. В ходе разбирательства суд принял во внимание, что огнестрельное оружие относится к объектам гражданских прав, ограниченным в обороте. То есть может находиться во владении, пользовании и распоряжении лица только на основании специального разрешения, выдаваемого органами внутренних дел. Поскольку соответствующего разрешения у наследников умершего владельца не имелось, суд удовлетворил исковые требования Росгвардии в полном объеме, разрешив органу уничтожить огнестрельное оружие. На этом все и закончилось. Так что к счастью, что это Орская, а не Чеховская история, в которую ружье должно обязательно выстрелить. Дарья Шишова, Николай Бараников, служба информации, ТРК Евразия.